Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тем не менее, подобное оформление часто встречаю у любителей аквариумистов Однако, подобные аквариумы интересны детям Они насыщены яркостью, притягивают взгляд И конечно, дети не могут остаться равнодушными к такому аквасветильнику Для оформления этого аквариума использую не просто искусственный декор Но и искусственных рыб Самое интересное то, что все это светится в темноте После выключения света Хотя, камера полноценна и не передаст этот эффект Пожалуй, это неплохой подарок малышу Который еще не способен ухаживать за аквариумом Наполненным жизнью Но, полагаю, такой аквариум можно считать первым шагом ребенка К большому миру аквариумистики Субтитры подогнал «Симон» 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 Вообще, тема оформления аквариумов очень широка На канале ПАР все чаще и чаще будет появляться видео Именно про оформление аквариумов Но, теме «Нано-волна» будет посвящено 3 видео Первое видео – это видео В этом видео мы просто накидаем идеи для творчества Второе видео будет уже более-менее серьезная работа И третье видео, которое выйдет на канале ПАР про наноаквариумистику под хэштегом «Нано-волна» Это будет именно уход за наноаквариумом, потому что тоже здесь небольшая специфика Следующую достаточно простую композицию назвал «Дзен» А оформлять буду маленький круглый аквариум Или, как часто говорят, шаровая ваза В условиях «Нано-волна» указан литраж от 5 литров Но, увы, накануне круглый 10-литровый аквариум мистическим образом треснул Пришлось использовать объем поменьше Но тут больше важна суть задумки, а не литраж Почему «Дзен»? «Дзен» – это ключевое понятие в буддизме Смысл которого заключается в наблюдении внутреннего и внешнего миров созерцающего Цель, которую преследует понятие «Дзен» заключается в достижении просветления На самом деле, для маленького круглого аквариума не так уж и много возможностей для оформления Оформляя этот аквариум, мне хотелось добиться эффекта умиротворения, спокойствия, радости Насколько это удалось – судите сами В такой маленький аквариум рыбу не запустишь Но мне очень хотелось поселить в нем аквариумного жителя Мой выбор пал на улитку, которую часто называют «зеленая черепашка» Она мелкая, малоизвестная в нашей стране, но в странах Европы завоевывает популярность Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пузырь Для начала я взял две проваренные в воде солью палки Как уже говорил, не стал заморачиваться и как-то их декорировать Как и аквариум в целом По-хорошему на эту рогатку можно намотать мох или вообще использовать камень Тут уж кому как нравится В итоге создается впечатление, будто шар воды поднялся над поверхностью аквариума Рыбки используют для плавания и нижний и верхний ярус А веточка погостимона специально была подобрана так, чтобы была выше основного аквариума и занимала оба пространства Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В нано-волне есть правило Одно из них гласит, что объем аквариума должен быть от 5 до 30 литров Я специально выбрал самый маленький 5 литровый объем Потому что на мой взгляд это ювелирная и достаточно сложная работа Но в этих сюжетах я бы не сказал, что работы были серьезные Это такие простые работы, просто идеи для творчества А вот следующее видео будет уже, на мой взгляд, более серьезная работа, с которой я хочу поработать В ней будут уже детали, мы рассмотрим детали, как это делается, как клеится и так далее И потом уже в последующем третьем видео покажу, как за ним, за таким аквариумом ухаживать Ну а напоследок хочу вам еще закинуть одну небольшую идею, тема которой – летающий остров Летающий остров В последние годы летающие острова в оформлении аквариумов завоевывают огромную популярность И обойти стороной эту тему не смог Как их только не делают В этом сюжете я покажу один из тысячи способов Для создания летающего острова буду использовать керамзит Обрезаю ненужные участки и склеиваю заготовки между собой Керамзит легче воды Соответственно, он стремится к поверхности Его достаточно просто украсить растениями и добиться нужного эффекта Ну а для того, чтобы остров удержать толще воды, буду использовать леску Леской же можно и мох примотать и другие растения Замечу, что склеенный керамзит легко выдерживает небольшие вобикусы Которые также можно использовать в оформлении острова Субтитры создавал DimaTorzok Однако, получилось не все так, как планировалось Я хотел сделать достаточно большой островок такой Но он не влез в мой маленький аквариум после работы После того, как уже все сделал В итоге пришлось использовать два маленьких керамзита Обтянутым мхом и небольшими растениями На этом первое видео подошло к концу Впереди нас ждет еще одно оформление В котором каждый свой шаг подробно опишу и покажу Не так, как в этом видео А пока на этом все Всего вам доброго и до новых встреч на канале Парк Субтитры создавал DimaTorzok